Супер. Отлично. Я всех рада приветствовать. Вот у нас такая импровизация подряд, бизнес-встречи. Да, людям было удобно. Каждому в свое время. Так получается, что сегодня у нас большая география. Не пойму, мне пишут, что прерывается связь, поэтому вы периодически пишите. Соединение не очень. Периодически пишите как звук, но может так прерываться, потому что мы в офисном помещении. Сейчас в течение 40 минут буквально я проведу вам встречу. Меня зовут Полянская Елена, кто не знает. Я сейчас с проезда в Москве. Вот проезд немножко затянулся, но ничего. Это мы из московского офиса. Здравствуйте. Да, я тоже приветствую всех, кто сегодня с нами на связи. На самом деле, все вебинары, они в записи, есть и будут, поэтому, наверное, сегодня мы проведем вебинар, а завтра уже просто обещанный там вебинар. В 10 часов мы его проводить не будем, но я выложу запись. Итак, напишите, пожалуйста, кто никогда не был в сетевом бизнесе и кто в первый раз присутствует здесь. Просто плюсик поставьте. Ну, во-первых, кто в первый раз, кто пришел знакомиться с проектом. Ага, хорошо. Потому что в первую очередь, все, что я здесь скажу, я скажу для вас. Хорошо. Значит, мне очень важно, чтобы вы реально услышали картину, как этот бизнес выглядит на самом деле, без всяких домыслов, без всяких искажений. И приняли решение, основываясь уже на том опыте и на том видении, которое является нормой, правдой. Потому что за все 21 годы, я 21 год из его индустрии, меня зовут Полянская Лена, я встречаю очень мало профессиональных сетевиков, то есть людей, которые реально понимают, что такое сетевой бизнес и реально его строят. И самое интересное, те люди, которые действительно понимают, они зарабатывают очень серьезные деньги. То есть тот, кто делает этот бизнес правильно. Поэтому вот я прямо сейчас задалась только целью рассказывать не только о Greenway, потому что Greenway – это яркая, серьезная, динамичная система на сегодняшний день. И вам будет более понятно, почему Greenway чуть попозже. Но в первую очередь нужно понимать, глубоко понимать, что такое сетевая индустрия. Вот, значит, какой правдой я встречаюсь? Я встречаюсь, и вы, я думаю, видите эту правду, что есть люди, которые зарабатывают сетевой индустрии там 10-20 тысяч, и в этом же проекте есть люди, которые зарабатывают миллионы. Соответственно, должна закраситься мысль, что индустрия здесь ни при чем, сама компания здесь ни при чем. Это разные люди, разный взгляд, разное видение и разное позиционирование бизнеса на рынке. И от того, какие у вас задачи, вот с какими задачами вы сегодня пришли сюда, как вы сегодня будете внимательно слушать, как вы настроитесь на правильную волну, от того, какие действия вы будете делать, как позиционировать это предложение, будут зависеть в вашей ситуации. Значит, почему я эту тему поднимаю? Потому что, несмотря на то, что я очень люблю эту индустрию, и прямо уже ни на что ее не хочу менять и не поменяю, я пять раз отказывалась прийти в нее. И причина одна, причина она одинаковая, в принципе, что у меня, что у вас. Я думаю, у вас тоже были такие моменты, да, когда вам предлагали, и до того, как сюда даже прийти, вы говорили людям «нет». То есть, если это близко вам, тоже там как-то реагируйте, чтобы я была не в монологии, а в диалоге. Вот, то есть не сразу люди приходят в эту индустрию, далеко не сразу, а причина одна, да, потому что то, что предлагают люди, они видят этот бизнес со стороны рынка, большого объема людей, не является чем-то масштабным, престижным, и люди не понимают, что это такое. Ну, как я уже сказала, как бы люди не думали, в России, особенно в странах СНГ, правда таковая, что это самая растущая индустрия в мире, она зашла уже на рынок России профессионально, каждую минуту рождается один долларовый миллионер, и, в принципе, она пережила все кризисы, какие были. А как вы знаете, Россия из волны кризиса еще не выходила, вот с 1999 года зашла, так еще и не выходила. Поэтому не важно, что человек думает по этому поводу, важно, на чем основывается мнение, потому что думать можно, основываясь на мнении, так вот что-то посмотрел, глубоко ничего не изучил. И самое интересное, к 2020 году, так или иначе, вся наша экономика станет сетевой. Об этом говорят экономисты, об этом уже к этому доходят серьезные крупные предприниматели, и не зря по этому пути идет развитие таких известных брендов, как Тинькофф, Теледва, Убертакси, то есть это традиционные предприниматели, которые перестраивают свои рельсы на сетевую индустрию, то есть они начали платить за рекомендации. То есть рынок требует для того, чтобы привлечь и удержать клиента не только хороший товар, но еще какую-то финансовую систему, которая бы возвращала вновь и вновь человека к его услуге или к его товару. Вот, итак, первое, что нужно понимать, что деньги приходят из всего двух каких-то, двух направлений, это либо наемный труд, но наемный труд, он претерпел серьезные изменения, и Медведев в свое время сказал, еще год назад, что к 2020 году так или иначе вся экономика, вот на экономическом пространстве, 70% людей уйдут либо в предпринимательскую деятельность, либо в сельское хозяйство. То есть либо будут жить как-то, выращивая себе что-то, либо уйдут в предпринимательскую деятельность. Но это неудивительно, потому что вся система сегодня уже ориентирована на свободное предпринимательство. То есть мы уже давно вышли из социалистического строя, и людям просто необходим навык предпринимательства. Хотите вы этого или нет, умеете или нет, система требует, мы должны соответствовать системе. А на рынке труда происходит механизация процесса, и вы видите, что в разных магазинах, например, очень большой процент сегодня, в кассах, где мы обслуживаемся сами, то есть без продавков. Продавцы куда-то сокращены или уволены, да, заправки без заправщиков. И это тенденция, система, когда будут перестраиваться и заводы на механизацию, потому что машинами легче управлять, они более точны, они не эмоциональны, они не требуют больших затрат, понимаете. То есть мы в такой непростой век живем, когда уже неправда, что ты учись хорошо, и ты будешь работать хорошо. Это уже неправда, и нам уже надо перестать это говорить детям. Учение не приводит вот такое вот ни к чему гениальному, потому что огромное количество людей с красными дипломами сегодня за рынком находится. Соответственно, какие-то другие навыки, навыки формировать ценности на рынке, да, навыки и умения формировать ценности на территории других людей. Это и есть предпринимательство. Я говорю быстро, потому что у нас здесь такая в офисе процесс очень рабочий, через 50 минут начнется бизнес-встреча, поэтому я в течение вот 40 минут хочу уложить мысль, и поэтому старайтесь все-таки поймать мысль, потому что важно что? Важно понимать осознанный выбор делать. Вот если вы просто пришли в сетевую индустрию поиграть, вы никогда не заработаете здесь больших денег. Если вы поймете, что обладаете лучшим, основываясь на фактах рынка, вот это совершенно другая реальность. Если мы отметаем наемный труд, и там еще и там всего этого денег-то больших нет, то нам нужно выбирать из какого-то рода бизнеса, то есть традиционный бизнес, франчайзинг и сетевой, три варианта бизнеса. Традиционный бизнес, у меня тоже есть свой опыт, и в принципе я смотрю, что на рынке творится. Малый и средний бизнес поглощен большими конгломератами, сетями, то есть это политически происходит. Мне выгодно управлять и контролировать малый бизнес. Если раньше люди зарабатывали, не знаю, в ларьках, там в каких-то локальных магазинчиках, то сегодня если ларьки вообще закрыты, то маленькие магазинчики, они просто плохо рентабельны, потому что поток людей, потребителей пошел в сети, в мегаполисы, там, где можно все купить. То есть вот сейчас рынок бизнеса покрыт большими сетями по услугам и по продажам. И конкурировать или выйти на этот рынок достаточно трудно. Поэтому если вы задумываетесь о бизнесе, то должны понимать, что вот правда бизнес, глобализация процесса произошла, поглощение мелкого среднего бизнеса идет. То есть человек не может себя там найти. Ну потратить деньги, особенно без опыта, ну да, ну можно рискнуть. На 70% бизнес ушел в интернет, вы тоже это видите. Но самое интересное, что в интернете, несмотря на это, зарабатывает 1%, остальные там тратят время. То есть там тоже нужно уметь зарабатывать деньги. Вот, франшизы, они все дорогие, особенно рабочие, остается сетевой бизнес. Во всем мире миллионы людей в пользу сетевого бизнеса, вот прямо, они просто голосуют. А жизнь полностью посвящает этому делу, потому что оно приносит и свободу, оно приносит и путешествия, оно приносит реально большие серьезные деньги, которые не поднять на традиционном рынке сегодня. Более того, процент реализации человека, вот если это по сравнению с традиционным бизнесом, в разы больше. Ну, например, из 100%, кто начинает заниматься традиционным бизнесом, 0,01% людей реализуют, в сетевом 20% имеют реально возможность стать, ну, пусть не очень богатыми людьми, а богатыми людьми. А процентов 5 они становятся долларовыми миллионерами. Это правда сетевой индустрии. И кто эти 5%, почему такая разница? Вы должны это понимать. Сейчас очень важно понять, как связь? Напишите. Сейчас очень важно понять, почему такая разная картина на рынке. Вы должны это понимать. Ну, во-первых, смотрите, бизнесы объединяют, что мы получаем процент от созданного товарооборота. Не знаю, видно вам или нет, но я буду говорить. Вот, ну, когда вы понимаете, как наращивается товарооборот в сетевом индустрии, тогда вы начинаете делать правильные действия. Товарооборот в сетевом индустрии 200 миллиардов евро в мире, понимаете? В мире, соответственно, он точно не делается в куче продавцов. И, соответственно, это бизнес не продаж товара. Вообще любая структура сетевая, она так и называется правильная, сетевая – это лидерская потребительская структура, в котором есть люди, которые выбирают для себя как серьезную профессию и строят этот бизнес. И есть большой-большой класс потребителей, которым нравится товар, и они пользуются порой десятки, сотни лет одним и тем же товаром. Когда вы это все понимаете, у вас все встает на места. То есть нужно понять, как наращивается товарооборот. Ну, то есть первый момент очень важный, что вы должны понять, что вы будете сталкиваться на рынке всегда с тремя категориями людей. И 80% этих людей – это потребители. То есть они также… Вы же не сразу не поймете, пока человек не заговорит, кто он в сетевом бизнесе. Он имеет контракт, у него есть товар. Но более далее он не понимает эту систему и не вникает. Он не делает действий каждый день. Он не выбрал это для себя как профессию. Он просто имеет контракт и имеет товар. И периодически предложение, там, ты подпиши за чем-то контракт, вот оно и не приводит человеку к пониманию серьезности бизнеса. 10% людей видят этот бизнес и продвигают его как продажу товара. Вы понимаете, что тоже, вот если человек выбрал внутри для себя такой род деятельности, как продажу товара, он и предлагает это каждому. Но этот человек обрастает в конечном итоге потребителями, как неактивным участником процесса, и вот замкнутый круг, структура не растет. И люди не понимают, почему они продают товар, они могут вырастить, поднять большие обороты. Продажа товара не является сетевой индустрией. Это некий вид деятельности внутри сетевой индустрии, который человек выбрал для себя как просто дополнительный доход. Я почему это говорю? Я хочу, чтобы вот все вы, все мы, все вообще на рынке сегодня как-то привели все в порядок. То есть, если он потребитель, пусть говорит, я потребитель сетевой индустрии, я не пришел зарабатывать деньги. Я бы хочу порекомендовать тебе товар, что мне нравится. Ведь он же не так говорит, он говорит, пойдем ко мне, там будешь... зарабатывать деньги периодически раз в неделю, там, или раз в два. Эти люди живут на внешней мотивации, то есть, как правило, выходя с какого-то события, вот у них есть период один-два дня, тогда они просто чувствуют себя богатыми людьми. Этого мало, понимаете? Большие деньги зарабатывают профессионалы. Если человек просто продает бизнес, продает товар, он тоже должен говорить, я просто продаю товар, я не сетевой индустрии. Я могу тебя познакомить с кем-то, кто, ну и там продает наставника. Вот он сетевой предприниматель, он развивает все эти сбыта по всему миру. Понимаете? И тогда будет все правда. И 5-7% людей, это люди, которые являются сетевыми предпринимателями, и эти люди зарабатывают самые большие деньги. Это люди, которые выбирают для себя как профессию, они делают бизнес-действия каждый день, они борются за рынок, они мыслят категориями сетей, то есть понимают, что одна точка доступа потребителя к товару хуже, чем 125 точек, а лучше тысячи таких точек, раскиданных по всему миру. Потому что представьте себе, у вас один локальный магазин в городе, туда приходит определенное количество потребителей, и ваш бизнес завязан только вот на этом районе, на этих потребителей. То есть, когда я для себя думала, какой уже масштаб бизнеса я хочу, я поняла, что я хочу большой бизнес, то есть, мне нужен масштабный бизнес, соответственно, мне нужен какой-то бизнес, который можно масштабировать. Бизнес, который можно масштабировать, им нужно как-то управлять. Соответственно, когда я принимала решение по поводу сетевой индустрии, я увидела в нем вот эти две отличные вещи. Их можно масштабировать, и этим бизнесом управляет наш партнер в лице Greenway на сегодняшний день, это самый быстро растущий проект на евроазиатском рынке, и мы уже пошли за пределы этого рынка, таможенного союза. То есть, появляется партнер, который помогает в этом. Моя задача очень простая. Но в голове у меня должна быть картина масштабирования бизнеса. То есть, он должен присутствовать в разных городах, а лучше в разных странах, а лучше по всему белому свету. И в лице чего? То есть, если, например, Газпромы, это тоже сети, Ашаны, это тоже сети, но у них инфраструктура являются отдельно взятые магазины или там заправки, то мне для этой инфраструктуры нужен нормальный человек с головой, предпринимателя, с видением глобального бизнеса, который создает бизнес-систему вокруг себя и некий мир вокруг себя. Статистика такая, из 30 встреч на предмет бизнеса, 15 бизнесу так или иначе скажут, да, понимаете, но пойду по пути малого бизнеса 11 человек. Это вот такая статистика. И не потому, что им не может Дринвейд дать сотни тысяч в месяц, потому что голова не позволяет замахнуться на большие деньги. То есть, человек ищет удовлетворение в рамках своих потребностей. 30-40 тысяч его устраивает в голове, даже если желание там большее есть, но он не ассоциирует себя с большими деньгами. Поэтому я и говорю, этот бизнес от вора, а не убеждений, потому что 4 из этих людей, из этих человек скажут, да, большому бизнесу. Большой бизнес это пойти к концу года на полмиллиона дохода или выше. То есть, вот эти люди выбирают это для себя как профессию. И они начинают делать то же самое. То есть, они запускают бизнес от вора. От вора. То есть, моя задача найти тех людей. Вот первое, смотрите, я всегда говорю, поймите, куда вы идете, к каким задачам. Например, ну, к какому объему денег вам надо прийти. Это первый момент. А второй момент, с кем вы туда можете прийти. Вот если вы на эти два вопроса ответите, у вас все будет в порядке с целями и с пониманием ресурсов. И вы начинаете искать этих людей. То есть, предлагаю бизнес каждому. У вас формируются и партнеры, и клиенты, и люди дополнительного дохода. Но я всегда считаю, я единственное, что вам скажу, что пока вы не найдете своих ключевых, там, не знаю, труднов, как это, или своих ключевых людей, своих партнеров, с которыми вы на одной волне, вы не сможете построить большой бизнес. То есть, бизнес отбора, а не убеждений. Вот так работает статистика. И 15 человек бизнесу скажут, нет, это тоже нормально. Вот, когда я понимаю, что все нормально, то у меня просто работает статистика. Когда люди говорят, нет, я их перевожу в разряд клиентов. То есть, если вы уловили сейчас мою мысль, то я первое, что предлагаю человеку, стать владельцем сетей эко-маркетов по всему миру. И выйти на доход у полмиллиона и выше. И делать это, это действие до тех пор, пока ты не найдешь своих ключевых людей. Кто-то их находит в течение месяца, кто-то в течение года. Разве это имеет значение? Чем быстрее, тем лучше, конечно. Команда мечты, команда, с которой ты двигаешься с задачей, она дорогого стоит, стоит ее поискать, ее пособирать стоит. Она не валяется на дороге. Эти люди, как правило, заняты, эти люди, как правило, чем-то увлечены. Поэтому им нужны весомые аргументы, чтобы они попоняли, почему ресурсы нужно все сюда перевести. Потому что потенциал бизнеса огромный, но этого мало кто показывает, понимаете, в этом проблема. То есть, если вы понимаете статистику, у вас не будет перед глазами никакого раздвоения. То есть, из 100% встреч всегда пойдут, то есть, первое, что я предлагаю, пойти к большому бизнесу. Только в том случае, если человек говорит, что нет, извини, там полмиллиона мне не по голове, или я не готов еще уделять бизнесу время, тогда я ему предлагаю дополнительный доход, и он зарабатывает уже на продаже товара и на периодическом рекрутинге. И только в том случае, если человек отказался от бизнеса вообще, вот тогда он может стать моим клиентом. То есть, когда я говорю, что я не продаю товар, это не означает, что он не двигается, это означает, что клиент это побочный результат бизнеса, моего лично. То есть, в первую очередь, я ищу больших партнеров серьезных, которые поборются за распределение рынка товаров. Во вторую очередь, я им предлагаю дополнительный доход, и только в третью очередь, я говорю с ними о товаре. Вот когда у вас это все в голове уложат, тогда вы будете делать правильные бизнес действия. Значит, статистика бизнеса такова. Сейчас я найду, где стилинг. Статистика бизнеса. Я вам сейчас говорю только практику, понимаете? Ничего другого, у меня ничего не придумано, я эту статистику беру, не из головы. Практика такая. На товаре как заработать? Видите, вы даже, ну, маркетинг, до этого нужно знать маркетинг, чтобы знать, как заработать на товаре. Там возвратные бонусы и феши идут. Итак, вот что значит, смотрите, еще хороший вопрос. Я вам хочу сказать, что вы пришли в бизнес. Бизнес подразумевает изучение процентов на 80 самостоятельно. Бизнесмен – это все-таки отдельно взятая взрослая личность, а наставник – это не его воспитатель. У нас маркетинги выложены. Вы задаете вопросы, значит, маркетинг вы вообще не изучали или посмотрели и не вникли. Вы 80% информации должны жадно искать сами. А все, что мы ему даем, все выложено в этом, в интернете. Итак, 10 ключевых людей в конечном итоге. У меня на сегодняшний день 10 ключевых человек. Ключевой человек – это вот он, человек, который выбрал для себя как профессию. Зарегистрировано 70. Понимаете, в первом поколении 70 зарегистрировано, 10 ключевых людей. Вот это статистика. Что делают 60 людей, я не знаю. Они кто что делают? Кто потребляет товар, кто там периодически продает? Я с ними не в партнерстве, в прямом. Они в системе внутри, потому что они не сказали «да» тем целям, которые есть у меня. И то, что их устраивает, они справляются самостоятельно. А 10 человек, мы с ними на связи, мы с ними планируем, мы с ними идем в задачи. И эти люди в конечном итоге обрастают своими ключевыми людьми. У них 100 ключевых людей и много-много потребителей. Тысяча ключевых людей и много потребителей. И сегодня 174 тысячи в структуре за полтора года. 174 тысячи создали 10 человек. И вы, понимаете, в основе, когда-то были только вы, я на сегодняшний день. Но дело в том, что каждый из вас может быть здесь, у вас появится 10 человек и запустится экспонент на Росбизнес. 10 человек, которые бизнесу большому сказали «да». Придут они из 70 или 100 или из 200, я не знаю. У каждого своя статистика. Ну, примерно статистику я вам сказала. Вот это люди, которые вату не катаются, которые сами все изучают, они действуют каждый день. Они реально борются за распределение рынка. Вы понимаете, что в этот момент у вас бизнес высвобождает вас из бизнеса. Несмотря на то, что я активно внутри процесса, это не означает, что я внутри процесса, потому что процесс сам не работает. Просто мне, я расширяю, расширяю, расширяю этот процесс. На сегодняшний день я могу уже отойти из процесса и бизнес будет приносить деньги. И это далеко не 100, 200, 300, 400, даже не миллион, а намного больше. То есть запущен экспонентный рост бизнеса, когда бизнес работает без тебя. Но ты должен всегда быть таким, этим, так сказать, тренером, практикующимся, потому что рынок движется, нужно понимать, как все это происходит. То есть смотрите, вот стоит их поискать. Стоит поискать этих людей, потому что в конечном итоге запускается бизнес, который начинает работать и без вас. И он начинает, он не привязан к экономической истории какой-то отдельного города или страны, понимаете, потому что люди разбросаны в разных городах и странах. И сегодня это страны таможенного союза, завтра мы планируем выходить в Европу. То есть посмотрите, вот рынок, дальше смотрите, опять смотрите, это вот так работает сетевой, во всем мире он рождает, я уже сказала, прямо людей очень богатых. Эти люди живут на одном созданном бизнесе десятки и сотни лет. Сегодня есть сетевые структуры, которым 120 лет, вы представляете, когда-то прадед начал создавать и передает эту систему сыну, сыну, внуку, правнуку. Вот просто задумайтесь, когда вы думаете, что бизнес это какой-то может быть магазин, а вот сетевой бизнес это или нет. Это самый большой, что ни на есть, бизнес, который раскидан по всему земному шару. При этом кто это делает? Вы смотрите, есть Greenway, есть вы как партнер, будут люди, которые вам дали информацию, будут люди, которым вы дадите информацию. Вот это структура сетевого бизнеса. Вот вы должны просто понять, кто мы друг для друга, и тогда все встанет на свои места. И за меня видно? Видно, да? Вот Greenway для вас, как только вы начинаете развивать по серьезному бизнес, это ресурсный партнер, у которого есть идея, у которого есть товар, у которого есть деньги. То есть вот это вот очень важно понимать. Потому что когда вы начинаете его развивать масштабно по всему миру, вам нужны деньги, как минимум. Но вообще любому предпринимателю нужны идеи, товары, деньги. Вот на сегодняшний день у меня 4 тысячи, например, рублей, это мой стартовый капитал, в котором, вы понимаете, большой бизнес не построить. Но товарооборот сети составил 190 миллионов, а это уже обороты большого бизнеса. Это означает, что? Что где-то в разных городах есть ресурсные люди, вокруг которых создана бизнес-система, некий мир вокруг них, понимаете? Вокруг ресурсного человека всегда будут потребители, продакцисты, и всегда будут ресурсные люди, которые запускают тот же процесс. И там стоят региональные центры от компаний, на которых стоят товар там на миллиард. Вот чтобы такой товарооборот проходил, нужно, чтобы на миллиард было товара в разных городах. Вы понимаете, вот когда у вас выходит голова за пределы просто потребления и продажи, вы понимаете, что мой бизнес, ваш бизнес, каждого из вас, когда вы начинаете строить структуру, вливаются ресурсы компании в виде денег, идей, товара, инфраструктуры. Это то, что нужно любому предпринимателю построить самостоятельно. Со стороны наставника входит помощь. Но какая помощь, понимаете? Не помощь воспитателя, вот это поймите. Он не должен вас мотивировать. Я порой слышу, мотивируй меня. Я не собираюсь вас мотивировать никого. Мотивация – это потребность, внутренняя потребность человека жить лучше. Если ее нет, внешне, не помочь. За 19 лет я это поняла. Я за 19 лет пыталась поменять людей, помочь. Не получается. Больше этим не занимаюсь. Я отбираю тех, с кем по пути, у кого такие же задачи, цели. Он самомотивирован внутри. Соответственно, у него высокая степень ответственности это взрослые люди. Вообще, большие деньги зарабатывают взрослые люди по сознанию. Вот. И, конечно же, этот человек встает рядом со мной. Несмотря на то, что мы наставник и партнер, да, друг к другу, он рядом со мной развивает бизнес. Он не подо мной, понимаете? Я не ищу тех, кто подо мной. Я ищу тех, кто рядом со мной встал. Столько же усилий вкладывает, столько же целей кладет. И, в принципе, у него все в порядке с внутренней мотивацией. Но все, что я узнаю, я скорее передаю структуру, потому что мне очень важно, чтобы каждый человек сидящий здесь или вообще там, ну, который у меня в структуре зарабатывал большие деньги. Поэтому, конечно, я стараюсь расти, Я стараюсь меняться, я стараюсь узнавать что-то и отдавать структуру. Я стараюсь пробовать на практике и отдавать структуру. Потому что просто мне выгодно это. Банально. Не потому что, вот я здесь стою, просто хочу рассказать. Потому что это и выгодно, и без этого никак бизнес не застроит. И дальше у вас появляются люди. И вы понимаете, что дальше информация либо идет правильно, потому что вот здесь человек, у него все в порядке с мотивацией, с целями, с задачами. Он понимает, правильно позиционирует бизнес. И информация начинает передаваться без искажения. Либо человек, например, пришел мыть посуду без ферри, и у него тоже все в порядке. У него рождаются люди, которые мыть посуду без ферри. И он должен понимать, что при такой подаче бизнеса, бизнес расти не будет. Но когда у вас все в порядке с задачами, и вы реально ищете партнеров, и вы рассказываете все, что я вам сейчас рассказываю, у вас появляются ресурсы в вашем бизнесе. Ресурсы в виде целей, задач, мотивации отдельно взятых людей. У них есть время, у них есть энергия, у них есть социальные связи. Вот что в ваш бизнес вливается. Вливается и ресурсы наставника, и ресурсы людей, и ресурсы компании. Значит, когда вы это все понимаете, вы понимаете, почему человек без единого опыта и без ресурсов в состоянии здесь стать богатым человеком. Просто при работоспособности и внутренней мотивации. Я за Гринвей, большое рекламное агентство. То есть, смотрите, если Гринвей для меня ресурсы в виде денег, идеи товара, то я в виде своей работоспособности. Я просто даю людям информацию, в результате которой появляются либо партнеры, либо клиенты. Это выбор отдельно взятого человека. Никого, из партнеров может ли, из клиентов, может человек перейти в партнеры? Конечно, может. Он увидит, товар хороший, движется, реально можно зарабатывать. И он говорит, ну там, скажи ко мне о системе. Я рассказываю всей системе, формируется клиент. Понимаете? Вот что я делаю. И компания, я создаю прибыль компании, компания делится прибылью сетью. 95 миллионов в прошлом месяце вернулась сеть. 95 миллионов заработала сеть. Как вы видите? Как вы думаете, как они перераспределились? В зависимости от того, кто что делал. Вот что это за система. То есть, мы боремся за рынок этих товаров. Теперь очень важно понимать, почему Гринвей. Вот прикасывающийся разнообразие на рынке сетевой индустрии, это не так. Это далеко не так. Потому что, вы знаете, первое, что вы должны понять, что индустрия сама, индустрия, лучшее, что придумала экономика за последние несколько лет. Это лучшая рабочая система, которая пережила все кризисы, признанная во всем мире, только слегка искажена в странах бывшего СНГ, по той причине, что финансовой грамотности у людей просто здесь нет. Они бизнес не здесь строят, как умеют, а не как во всем мире. Вот. Когда вы это понимаете, тогда вы начинаете искать партнера. И я хочу, чтобы вы понимали, я Гринвей выбрала не потому, что шла-шла, о, Гринвей, какой товар, и я побежала туда. Гринвей выбирала по другим совершенно качествам. То есть, есть объективные критерии. Компания сколько лет еще жить будет на рынке? Как она быстро будет развиваться? Есть ли потенциал роста до миллиардных оборотов? То есть, вот это очень важно. Это критерии. Они объективны. Они не то, что мне нравится или не нравится. Это за 120 лет рынок показал, как работают, ну, какие обязательные условия должны быть. Сегодня на сетевом рынке есть старые компании, которым по 60 лет. Хоть они рынок занялись, доработать там сегодня практически невозможно. Потому что рынок уже занят, уже все на слуху просто. Вот так мы должны занять рынок через какое-то время, чтобы у всех, у каждого первого Гринвей был на слуху. Вот эти люди раскручивают бренд. То есть, мы создаем бренд Гринвей. Я хочу, чтобы через пару лет ассоциация у клиентов везде... Зависла? Как видно? Как видно? Хорошо. Зависла у вас, значит. Вот, мы хотим, чтобы человек убрал химию из дома полностью. Вот она наша идея. Убери химию из дома. Перестань ферри пользоваться. Перестань пользоваться всем, что приносит вред. Чем ты чистишь дубы, чем ты моешься. Все, чем ты соприкасаешься. Донесите это до каждого человека. Что он просто пробит свою семью, используя фаспатные порошки, используя ферри. Ну, неужели так трудно это сделать? Пусть люди выбирают, либо они просто потребители, либо начинают эту тему раскручивать. Это франшизу, раскидывать на всему миру, ища партнеров, которые будут развивать тему. Тема трендовая, она только на рынок зашла. Но за этот год просто бум. Понимаете, люди, потребители пошли в сторону безопасного, в сторону экотоваров. Соответственно, все, что мы предлагаем, схватывается, как горячие пирожки с самолетов. У нас не успевают самолеты прилететь из разных стран, так как товары из разных стран. У нас уже все это продано. Реально, мы растем. Мы за год выросли на 1200%. Конечно, мы стараемся и расширяем производство. Сейчас 25 раз расширились производства по микроволокну. Но я вам сейчас с другой стороны скажу, со стороны потребительского рынка. Спрос на это просто бомбовый. Люди пошли в сторону эко и био. Чем больше у вас таких сетей по всему миру разбидано, тем более вы будете понимать, насколько велик этот бизнес. Потому что мы зашли первыми с темой эко. За нами пойдут люди, но первых всегда знают больше. К тому же, вернее, лучше. Все, кто первый дошел. К тому же, тема, она не имеет границы, не имеет срока. Через 10 лет точно эко не выйдет из моды. Это все, это рынок, который полностью поменялся по моде, по ценностям, по всему. Мы предлагаем людям занять этот рынок со стороны бизнеса. Почему занимать только со стороны продажи товаров? Второй очень важный момент – ассортимент. Ассортимент определяет целевую аудиторию людей. Ассортимент определяет, сколько потребитель понесет сюда денег и купит все, что ему надо. От этого зависит бизнес и благоу предпринимателя. Поэтому мы будем постоянно расширять ассортимент. Все, чем человек пользуется в доме, будет здесь, только все будет безопасное, эко, без химии. Ценовая политика от 100 рублей тоже очень важна. На любой кошелек, на любого клиента. Маркетинговая стратегия, она работает как часы. Она поощряет активные действия всех трех участников процесса. То есть здесь очень хорошо себя чувствует потребитель, который начинает активно рекомендовать. Он просто бесплатно пользуется товаром и получает какие-то дополнительные деньги. Здесь отлично себя чувствует продавец, потому что цена у нас единая, но отличные возвратные кэши и бонусы. И, конечно, здесь хорошая поддержка для лидеров начального, среднего и высшего спина. Вот это все есть. И когда все вместе, понимаете, а ну сейчас еще скажу, люди, люди особенные сюда подтягиваются. Сюда подтягиваются люди, которые никогда в жизни не занимались сетевым бизнесом. И процентов 80 сегодня людей нового поколения, которые правильно транслируют этот бизнес, потому что у них нет другого опыта, который испорчен. У них есть правильный опыт, это раз. Всегда подтягиваются общественники по ценностям, которым нравится тема экологии, потому что глобальная миссия компании улучшит планету Земля в целом. Как слышно? Как слышно? Напишите остальные. Остальные как слышно? Связь. Вроде связь идет. Хорошо. Вот у кого отлично слышно? Сюда подтягиваются бизнесмены, которые видят емкость рынка экотоваров. Понимаете? Вот сюда вот многие люди зашли. И когда вас спросят, что такое Greenway, Greenway вот это все. Это не салфетка для макия посуды. Это рабочая бизнес-машина, в которой доложена идея с шикарными ценностями. Ассортимент, цена, маркетинг. Вот это все и есть Greenway. Почему мы так работаем и так растем? Сегодня Greenway растет, если сравнить, вот когда первые сетевые компании вышли на рынок, открытие железного занавеса, вот тогда был бум, когда за год выходили и на долларовые миллионеры появлялись. Вот Greenway сегодня растет. С такой скоростью, это вот больше не с чем сравнить во всей мировой сетевой индустрии. Понимаете? Поэтому думать, входить, не входить, использовать как бизнес, если немножко есть бизнес-видение, а должно уже сформировано. Надо просто все это двинуть и быстро найти своих ключевых людей, начать строить свою команду. Не глядя ни на кого, кто там что делает, что вы здесь делаете, что вы здесь достигаете. Вот это важно. Про товар я вам рассказывать, извините, не буду, это расскажут наставники. Я расскажу принципы наращивания объемов и принципы ввода товара. Смотрите, весь товар, который сюда будет вводиться, сегодня у нас 140 наименований товара, он весь наукоемкий, раз, он весь экологичный, два, он весь эффективный, он эксклюзивный в чем-то, либо очень большая емкость рынка, которая, ну, например, скажу, да, тот же отбежий БАД никогда не откажется ни одна нормальная компания сетевая, потому что емкость рынка огромная. Во всем мире 100% людей потребляют БАДы, в России 15% знают или предполагают. Сейчас, как вот за этот год вскрылся рынок, что химия вредна, а вскрылся он через средства массовой информации, сейчас придет время, уже, я думаю, до 2020 года, когда начнут со стороны Министерства здравоохранения и врачей, говорят, что профилактировать, оказывается, лучше, чем лечить, и что обязательно, вот как во всех странах, БАДы продаются просто там, где молоко, хлеб и БАДы, голову не придет спросить у врача, как им лечиться, им надо, чтобы не болеть, этот рынок, он пустой, Россия вообще, Казахстан, Кыргызстан, это пустой рынок по этому направлению, поэтому мы все держимся за этот продукт, потому что сегодня он уже выходит на фидирующей позиции по оборотам, а как только вскроется этот рынок, это будет просто, ну, бомба на рынке, и никому не будет тесно, а у нас очень яркий, классный, сильный продукт с большим содержанием активных веществ и так далее. Вот, то есть вот такому принципу вводится товар на рынок, и он будет постоянно пополняться, то есть уже вот мы осенью ждем линейки, я разговаривала с президентом, у него выстроена продуктовая стратегия, хоть каждый день, говорит, тендеры проходят, разные-разные компании, которые все предлагают, предлагают товар, но он выбирает лучшее, он выбирает эксклюзивное, либо, вот я уже сказала, емкость рынка, которая большая. Значит, как наращиваются объемы, как наращиваются объемы? Вы должны понимать, раз мы боремся, в принципе, до рынка пиктоваров, раз этот бизнес не продаж, а бизнес построения команд, то должны быть и действия других. Первое, когда вы заключаете партнерское соглашение, у вас появляется ID и пароль. Заключить партнерское соглашение можно, обратившись к тому человеку, кто вам дал информацию. У нас очень этический бизнес, поэтому обязательно именно к тому. Не надо искать того, кто там, на ваш взгляд, круче и лучше, потому что этот человек занят, а тот вам даст все, чтобы вы могли чувствовать себя в партнерстве. Наставник, заинтересованный вас рядом, отличный наставник, понимаете? Поэтому, пожалуйста, вот это вот момент очень важный. 50 баллов – активация партнерского соглашения. 50 баллов – это товарооборота 3,850. Значит, такой нюанс в этом моменте, важный тоже. Значит, активность не должна быть большая, не должна быть маленькая. Если маленькая, наращиваются обороты трудно. Если очень большая, значит, человеку приходится продавать. Здесь уровень активности, минимальной активности – это уровень потребителя, среднего потребителя, который себе чуть-чуть и вокруг, там, своя семья возьмёт. Если вы… посмотрите, как дальше всё происходит. Если вы потребитель, вы заключили партнерское соглашение, и раз в 6 месяцев можете покупать себе, чтобы удержать контракт. Если он вам нужен, если не нужен, берите у того человека, кто вас пригласит. Если вы продавец, у вас объём будет не 50, а 500 и больше. Максимальный объём продаж в моей структуре – 4800. Человек зарабатывает там 200-250 тысяч, он же бизнес пришёл строить. Он же, понимаете, не просто так он продавец, поэтому он и продавец. И если вы строите структуры, если вы реально ищете ключевых людей, у вас всегда будет тот, кто отказался от бизнеса. Всегда. Люди, 15 человек откажутся, это нормально. И это люди те, которые покупают у вас товар. Поэтому, если вы в бизнесе, у вас всегда будет эта активность. Меня всегда удивляет, когда как-то месяц у человека нет активности. Для меня это означает, что он не в процессе. То есть в течение месяца у него не было просто встречи. Итак, вот это вот начало. Значит, первое – бонус, бонус наставника. Бонус наставника, он поощряет активные, ну, как бы, построения вашей ширины. Вашей ширины. Потому что, чтобы найти ключевых людей, чтобы пошло второе, третье, четвёртое, 105-е поколения, нужно, чтобы появилось первое. Потому что нужно не два человека пригласить, которые моют посуду, а пригласить 15 минимум человек, вернее, подключить, на бизнес. Потому что нам из них ещё вычленить ключевых надо. Соответственно, надо сделать 30 встреч. Из бонус наставника от 0 до 50 баллов компания возвращает 40% по курсу 35. Значит, балл – это себестоимость товара. Это условная единица компании, как хотите, там, в долгую, ну, валютой компании. На самом деле это себестоимость товара. От неё идут все расчёты. Вот. То есть, смотрите, сделав 50 баллов человек в первом поколении, вам 700 рублей вернуть. За наставничество. Не просто потому, что вы его подписали и забыли, как его зовут. Пусть берёт, наверное, в любом РЦ, как хочет. Я встречаю сегодня вот такую картину. Отправили на РЦ и забыли, что вы наставничество. За наставничество – это показали бизнес, это объяснили, всю систему – это помогли провести первые 5 встреч там. И дальше уже поддерживаете партнёрские отношения. Вот это наставничество называется. И вот такая вот ширина у вас должна быть. Чтобы пойти на полмиллиона к концу года, у вас должна быть именно такая ширина. То есть, должно быть сделано 30 встреч. Чем быстрее вы их сделали, тем лучше. Потому что в бизнесе есть такое понятие энергетический ресурс. То есть, лидер запускает скорость. Сделайте вы это за месяц, ваши люди будут делать за месяц. Сделайте за неделю, ваши люди будут делать за неделю. Вы пойдёте к большим задачам, у вас появятся люди, которые пойдут к большим задачам. Вероятность того, что у вас появятся люди, которые пойдут на миллион, при этом вы идёте на 30 тысяч, она практически исключена, если только вы не работаете в паре с наставником, у кого в порядке всё с задачами. Быстро говорю, понятно говорю. Вот, смотрите, сейчас самое главное, начните обратную связь, вы понимаете, что я говорю? Как бы смысл улавливается, может быть, да, хорошо. Вот, хорошо. Вот смотрите, вот 15 человек, и здесь уже включается второй вид бонуса, групповой бонус. Вот эти два бонуса, это бонусы фундамента бизнеса. Вот их нужно понять, потому что из них строится все остальное, все остальное из этих двух бонусов. Бонус наставника 750. Вот я рекомендую по стратегии, по правильной, чтобы у вас 750 сформировалось в первом поколении. 750 дает дополнительно 6 процентов, это 12 500 уже чека. То есть вы 30 встреч сделали, 12 500 заработали. Но самое главное, если вы это сделали за неделю, у вас появилось 4 человека ключевых. Как идет развитие бизнеса дальше? Полторы тысячи, 12 процентов, чек 17 тысяч рублей. Но что это такое? Это вы и у вас появится еще один такой же человек, который большому бизнесу сказал да. Вы сделали 30 встреч, и он сделал 30 встреч. У вас полторы тысячи общаются объемы. То есть у вас два человека в системе. Если вы сделали больше, даже без половины тысяч, это 18 тысяч, ой, 18 процентов, 23 тысячи дохода. Ну, самое главное в этой системе, что это два человека, которые большому бизнесу сказали да. Вы сделали 30 встреч, еще два человека сделали 30 встреч. Вы идете к полмиллиона, и эти люди пошли к полмиллиону. Почему полмиллиона? Потому что сегодня это очень большая реальность. Много людей за год вышли не только на полмиллиона. Есть люди, которые зарабатывают полтора, два, три и выше, понимаете? Это за год. Поэтому я знаю, кто работает в системе, он может добиваться за год. Но все прошли по такой скорости и по такому количеству встреч за первую неделю. Я вам свою статистику показала. И 4 тысячи баллов, это 24 процента, это 35 тысяч рублей. Это лидер. Вот это, что я вам нарисовала. Лидер – это когда вы и 4 человека услышали вас и прошли большие задачи. У вас появилось 4 ключевых партнера. 4 ключевых партнера. И вы видите, да, бонус на самом деле. То есть смотрите. Лидер – это 30 встреч в неделю. Вы и 4 человека, которые у вас вычленились из ваших встреч. Вот это лидер. То есть вы пошли к большой задаче, сделали 30 встреч, появилось 15 человек. Из 15 и 4 человека им тоже нужны серьезные деньги, они готовы побороться за рынок. Они сделали 30 встреч, вы вышли на ранг лидера. Вот когда вы понимаете, как эта система работает, в этой картине, у вас 4 партнера. И у них по 4, понимаете? И у них по 4. И дальше все формируется очень просто. То есть дальше вот из этого всего строится самый большой бизнес. Давайте дальше. Дальше вы, эти 4 человека, выходят сами на 35 тысяч. То есть они сами становятся лидерами. У вас есть еще мелкие структуры, где люди не начали развиваться, они не пришли сюда развиваться. Это называется боковой объем. Он должен быть 1000 баллов, чтобы вы вышли на ранг мастера. Вот это ранг мастера. Суммарный объем мастера – 17 тысяч баллов. То есть по 4 лидерские ветки. Еще раз напомню, лидерская ветка – это структура, в которой вы сделали 30 встреч. У вас появилось 4 партнера. И у вас и люди сделали то же самое. У каждого из них появилось по 4 партнера. Все, в принципе, лидер реален за 2 недели. Если вы за неделю, люди за неделю. Дальше что? Вы же понимаете, логично, эти люди дальше идут тоже. Вы мастер. Эти люди 3 месяца выдерживаете, и компания вам предлагает открыть автобонус. То есть полмиллиона она готова платить за машину Mercedes класса С. Вот такому рангу. В течение 3 лет сверх чека она выплачивает автомобиль. Автомобиль сразу оформляется на человека. То есть это кредитная система, в которой компания выплачивает этот кредит. И уже около 200 человек прошли по этой системе. Возможно получить автомашину просто в подарок за 3 месяца. Но для этого нужно поднять ранг. Поднять ранг как? Вот вы мастер, да? Вы мастер, а это лидеры. Дальше эти люди выходят на мастеров. Они идут по той же системе, что и вы. И у вас уже появляются 4 17 тысячные структуры. То есть общий объем здесь 17 тысяч. Здесь 17 тысяч. 17, знаете? Общий объем у вас 60 тысяч. И вы уже выходите на второй уровень. Вы можете взять Mercedes E-класса. Но самое главное, в вашей структуре появилось много крупных лидеров, которые, каждый из них сел на свой Mercedes, каждый из них вышел на 100 тысяч дохода. И выше. И вот это 60 тысяч. И если вы понимаете дальше, то дальше идет развитие такой же. Это превращается в 60-тысячную ветку. И идет наращивание объемов. То есть нарастить объемы можно, не продавая товар, а когда под вами вырастают люди, которые идут к своему миллиону. Потому что 60 тысяч – это уже 250 тысяч дохода. У вас появились люди, которые зарабатывают 250-300 тысяч. Которые вышли на Mercedes E-класса. Суммарный объем ваш составляет 300 тысяч единиц в среднем. А это уже чем больше полутора миллионов. Потому что здесь включается пул. Пул – это когда вы получаете 1% от товарооборота всей компании. Вот при таком раскладе. Это товарооборот 300 тысяч. И когда под вами уже вырастают люди, ну там, в рангах грандмастера. Я могу вот здесь вот не точно быть в цифрах. Я вам сейчас показываю принцип наращивания. Потому что здесь не обязательно 60 тысяч. Здесь может быть 150 тысяч. Ветки развиваются по-разному. Где-то структура пойдет на миллион. Разные структуры будут. Потому что каждая структура развивается со своей скоростью. Но главное, чтобы вы поняли, что наращиваются не объемом продаж, а количеством людей, которые идут к своим большим задачам. Что в помощь? В помощь нам выплаты для продавцов. Вот в помощь. Это в помощь. То есть, когда человек делает больше 50 баллов, то, что вы спрашивали, с каждого последующего балла тоже идет возврат 40%. Хотя цена единая. 40% по курсу 35. И также человек получает от 10 до 40% товарного бонуса. Это вам помощь. Потому что будут люди, которые будут только работать с клиентами. И они будут делать не 50, а не за 500, полторы тысячи, четыре тысячи личного объема. Это тоже идет наращивание объема. Просто вот это вот самая быстрая система наращивания объема. Вот в такой бизнес, мои хорошие, я вас приглашаю. Это правда, работает быстро. Еще по той причине, что очень легкий товар. Вот все здесь, понимаете, все как-то, карта легла. Во-первых, рынок так на сегодняшний день построен, что высвободилось большое количество людей из рабочих систем, потому что идет сокращение. Высвободились бизнес-ориентированные люди, потому что мелкий и средний бизнес закрыт. И они куда-то должны деться. Они ищут возможности. Они ищут возможности и, встречаясь с многими, в нас не видят возможности, потому что вы им ее не предлагаете. Вы предлагаете все угодно, что угодно, только ли сетевую индустрию. И они должны увидеть в вашем предложении и престиж, и масштаб, и уникальность проекта, и скорость, к которой мы идем. Это все зависит от отдельно взятого человека, который держит этот инструмент в руках, понимаете. Он у вас в руках, в вашей голове есть весь объем бизнеса. Вот в такой бизнес я вас приглашаю. Здесь уже, здравствуйте, люди заходят. Все, на этом я с вами встречу заканчиваю. Спасибо большое за внимание. И до скорых встреч. Запись будет. Запись будет. До свидания. Ну, это хорошо. Спасибо.